Доброе утро, друзья! Сегодня 1 мая 24 года. Поздравляю вас с праздником! Я старый большевик, как я себя по привычке называю. В всю жизнь я придерживался крайней точки зрения, что я только не творил, как я только не издевался над собой, если бы сдали. Но мне 74 года, я теряю друзей, сверстников, и пришла пора подвести какие-то итоги и помочь тем, кто моложе и хотел бы жить. Но все-таки я 10 лишних статистических лет прожил, имею право на менторство, скажем так, на учительство. Сейчас я попробую вам это доказать, на что я годен. Итак, давайте заграним в эту папку. Это я с моими детьми. Найдем подходящий снимок. Может, вот этот. Может быть, вот этот. Давайте так. Опыт жизни, который может пригодиться. Ведь вы меня видите, это не я. Нет, друзья, это не я, железо влекаться. Если это фантом, я давно должен быть на том свете. Давно. Вот. Сейчас я вам кое-что объясню. Сейчас кое-что объясню. Может быть, другой какой-то снимок детишками выбрать. Вот. Это мой внук. Это монози. Вот. Это моя внучка. Вы же мой. Что из них вырастет в наше тяжелейшее время. В наше тяжелейшее время. Итак, допустим, нам нужна какая-то фотография нейтральная, чтобы она не отвлекала. Чтобы она не отвлекала. Где же найти такую фотографию? А то я не могу говорить. Я смотрю любую статью детишек. Ну, допустим, вот это. Ладно. Здесь она не так. Глаза бросается. Итак, мне... Нет, наверное... Надо вернуться к той фотографии, где я был. Вот. Наверное, надо вернуться вот сюда. Ага. Значит, да. Пожалуй, так. Значит, я аналитичанин. Тридцать четыре года я имел звание, дипломы. Вот. Кавалер Родина Славы. За моими плечами тринадцать лет невероятной сложности производства. Вот. Жизнь, драги, взрывы, пожары, спасенные души, да. Все было. Вот. Даром ордена не давали простым мастерам. И тогда наступил критический момент. Кто-то мне нашептал, что надо бросать на риск. А всего-то тринадцать лет. Тяжелейшие головные боли. Сейчас я вам буду... Вот это вот. А что? Вот это вот. Называется. Время, проведенное в саду. Не знаю. Считывая, что в саду жизни мы подойдем к жизни в саду. Но подойдем плавненько. Очень плавненько. Тридцать четыре года тяжелейшие головные боли. И каждый день можно было ждать инсульта. Как-то голова не раскалывалась. Вот. Тринадцать лет течащих условиях. Вот. Когда-то, когда пытались нас лишить первого списка вредности, я помню. А тогда ничего не боялись. Мой начальник цеха, царство ему небесное, вот. Кричал на собрании, которое было посвящено к отмене вредного списка, вредного срока. Вот. Льгот. Значит, льгот. Он кричал. Этого не может быть. Я добьюсь. Вот. Вы же смертники. Вы понимаете? Вот эта фраза. Вы смертники. Она мне осталась на всю жизнь, запомнилась. Вы смертники. И мне смертнику в тридцать четыре года. Вот. Тяжелейшие головные боли и астма. Дичайшая астма. Да. Почти каждую ночь я просыпался, задыхаясь, находясь на пороге смерти. Потому что дыхание пересекалось полностью. И только в последние секунды я приходил в себя. Вот. Кто мне нашептал, что надо уехать именно в Саиногорск? А здесь не замерзающий Енисей. Вот. И началась новая жизнь. Да. Опять с нуля. Авторитетка заработанная в Норильске. Тут никому не нужен был. Вот. Снова мастер. Вот. Снова аварии. Снова тяжелейшая жизнь и на производстве. И неустроенная жизнь в молодом городе. И я каждую почти... Как я себя заставил, я и сейчас не знаю. Я каждую, почти каждую... Ну, наверное, через раз. Вот. До шести работал. Потом я приходил домой в восемь вечера, в девять. Ночь. Зима минус тридцать, минус тридцать пять. Зима, проверьте, восемь пятого, восемь четыртого года. Это жуть. Восемь шестого года. Это минус тридцать пять, минус сорок. Вот. Собираюсь, иду на Енисей. Ныряю. Раздеваюсь, ныряю в полной темноте. Когда не видно ни одежды, ничего даже. Подробнее потом расскажу, потому что это связано и с определенным опытом. Про опыт чуть позже. Вот. Потом совершенно замерзший одеваюсь. На фотографии это потом, это когда опыт появился. Вот теперь какой я стал. Я вылечил страшную астму. За несколько месяцев. На пределе. Купаюсь, у Енисея. Температура плюс один. Вот. Ну, не замерзающую, но плюс один. Я вылечил астму. У меня навсегда она исчезла. Я мог сделать уже карьеру. Как сделать? Все-таки у меня врачи вывели из основного производства, потому что пока я полечился вот таким вот сумасшедшим способом, мне уже из-за больничных лицов мне СМИ сказал, переваляйся или давай переходи на газочистку, там почище воздух. Вот. А газочистка это тупиковая профессия. Это значит, что карьеру уже не сделаешь. Вот. Ладно. Потом была охрана труда и промышленная безопасность. Ведущий инженер. Скромная зарплата. И тут, спаси сразу, унесение садоводства. Вот к чему я клоню. Вот что меня спасло. Первый этап вот это. Да, нет. Еще был промышленный этап. Итак, увлечение охоты, рюкзак, ружье. И хотя я почти дичь не стрелял, я с какого-то момента начал жалеть. Вот. Но я ходил. Так доходился, так тяжело дышал, что еще первый-второй год у меня легкие там бронхи были все равно грилы, забитые. А я их жег еще. Я жег их хлором. Норильский спасает людей. Вот. Я иногда буду свои рассказы как бы отклоняться. Потому что когда тогда будет... Когда меня признают каким-нибудь классиком, тогда появится автобиографическая книга. Вот эти мои рассказы переложат на текст. На печатный текст. И тогда получилось все решение. Ну, например, одна картинка. Как я... Одна из сильнейших отравлений была так. Под рукой противогаза нет. А сирена газом хлором смертельным заполнена. Все на улице. А одной девочки нет. А ответственность она мне. Я и параллельно был командир на правонах ее спасательной дружины. Я без противогаза бегал по комнатам в основном здании. Искал ее, искал, искал. А дальше я скажу как анекдот. Нашел. Там нахватался хвора. Хвора. Забегая в очередную комнату, в лабораторию. Смотрю, женские, извините за выражение, задняя часть. Она до пояса высунулась в форточку. И так ждала, пока... Господи, она оказалась совершенно жива. И не нахваталась хлором. То есть, это хлором нахватался я. В то время было стыдно признаваться в том, что я сам... Такой авторитетный человек. И это... И нахватался хлором. Я кое-как вернулся домой. Меня рвало. Кашель был дикий и непрерывный. Спасла меня мама. Вот. Я говорю, мама, побегай по соседям. У нас откуда выпивка? Мы же не из этих... Не из тех, у кого всегда выпивка под рукой. Вот. Мама побегала по соседям. И полстакана коньяка принесла. Я выпил от коньяк и как рукой сняла. Запоминайте. Запоминайте. Первое средство от отравления хлором. Это коньяк. Или водка. Крепкий спиртный напиток. Вот. Это по ходу говорю. Потому что, еще раз говорю, это будут когда-то... Автобиографические записки. Вот. И тогда, значит... Чтобы было еще больше пользы от моих этих рассказов, я скажу следующее. В каждом городе есть так называемое очистное сооружение. И очищает, хлорирует воду от этих, от микробов. А это значит, что опасность всегда рядом. Вот. У нас есть Сайногорское очистное. И, это... Зная, что я специалист, меня заставляли проводить... Ну, я работал замначальника производства по охране. И, правда, тех, не бесплатно, меня заставляли проводить тренировки. Вот. И тут оказалось, что... Это самое... На тот момент на каждого работника был противогаз. Сейчас, не знаю. Прошло 40 лет. Был противогаз. На Цианинский реминевый завод. Сайногорск. Был противогаз. Я знаю. Оказалось, что люди не умеют им пользоваться. Я учил надевать противогаз. Я говорил, давал команду. И, в общем, им повезло, что у них хоть один специалист был на Тажилину. Вот. Потому что это все было на полном середине. Несколько километров очистное сооружение. И команду приезжал какой-нибудь этот товарищ откуда-то из этого. Тогда МЧС не было еще. Но какая-то организация была. И давал команду. Значит, представьте себе, что взорвалось. Или там выведены строя очистные. И оттуда клубы хлора идут на завод. Вот так было. Вот. Идем дальше. Значит, как я избавился от... И продал себе еще жизнь. Походы в горы – это тяжелейшее напряжение на дыхательную систему. Идешь, идешь в горы, в горы, в горы. Дышишь так тяжело. И однажды у меня случилось следующее. И этого никогда не случилось. И, наверное, мне бы легкие бронхи сгнили. И вдруг в какой-то момент я достигаю вершины, и мне начинают рвать. И вы не поверите. Извини. Много-много. Неприятно говорить, но это очень важно. Такая, знаете, пошла, пошла, полилась из этого, из груди слизь. Такая желто-зеленая. А я, оказывается, а это сейчас Норильска. Вот. Это сейчас Норильска с этого смертельного производства, которое называется гидрометаллургия никеля. Вот. И получилось так, что несколько таких борных в этих самых борных отправлений наружу вот этого содержимого, наверное, тогда спасло меня жизнь. Я мог тогда заработать рак, что угодно. Как вспомню, объем этой слизи. Это все я носил себе год-два уже после Норильска. Все это там внутри было. Вот это очень важно. Друзья, кто хочет, пожалуйста, ходите в горы, не пожалейте. Доведите себя так же, как купание в ледяной воде плюс горы, чтобы дышало легкие до самого пупка вдыхать, выдыхать, дыхать, выдыхать против нежелания преодолеть себя. И вот это. Видите на экране? Вот это вот было 40 лет назад. Ну как? Я сам себе этот, я не болтал, я сам себе реклама. Вот. Теперь так. С таким мы познакомились. Теперь давайте по делу. Может быть, может быть, сейчас посчитать это за первую серию. А, сейчас детей добавим в первую серию, а потом уже пойдет вот это вот. Я буду просто цитировать свою собственную статью. Это была вторая серия. Почему? Все понемножку. вот у меня специальная папка «Дети в саду». Вот. Когда-то я таким был. Почему я таким был? Сказать? Дело в том, что я из семьи военных. Вот. скромная абсолютно жизнь. Вы понимаете, что такое первые годы жизни? Сколько я помню, меня ноги кусали пчелы. Почему? Босиком ходили летом. Вот. Было, было. Значит, и купание в прудах, в холодных прудах. Вот. Достаточно. Вот это вот желание нырнуть в холодную воду у меня осталось на всю жизнь. Но это было начало. И тогда я решил, что внуков воспитают точно так же. Такая возможность появилась. Вот 40 лет вот здесь вот деревня Красный Хутор, Шушенский район, Краснодарского края. Вот эти предгория, видите? Вот. И тогда я сказал себе, видите, не каждому из ребенков так везет, это понятно. Но тут есть объективные причины. Дальше движение не просто замерло, оно умерло. Вот. Сейчас дети чем угодно занимаются, только не помогают нам в трассах в садах. А ведь это было очень-очень важно. Очень важно. Вот этого человека, моего сына, Железова Сергея, это самое, Валерича, я с раннего детства приучил к этому саду. И он теперь из этого сада не вылазит. это мои крестные дети. Я теперь еще и крестный отец. Видите? Вот. Кто-то должен был это сделать. дети, которые не знают слово папа. Сейчас я проскочил. Вот. Вот это вот памятник, это символ садногорского садоводства. Как бы символизировать нас было тысячи. Ну, а дальше сами понимаете. Она все больше и больше. Вот. Она все больше и больше. И вот уже у меня дочка появилась, видите? Вот. Это та студентка, Савинича Лена Александровна, которая напросилась к Железу, к металлору, садоводу, любителю, ученице, ученице. Надеюсь, не пожалела. Сейчас я покажу эти фотографии, чтобы вы поняли, я не болтун. Я не болтун. я не ошибся. 1 заработок 8-летнего ребенка вырастил абрикосы манджурские и я его помог продать моя команда все больше и больше причем каждая фотография смотрите является еще и учебный ты учил как не поджечь лес это девочка мне держит на веревке я делал специальные учебные фотографии вот не надо стесняться рискуешь здоровьем подстрахуйся вот этот сад был посадил эти 20 год написал 15 году обратите внимание на это серьезный вид он идет садить первое дерево в своей жизни посадка по железу сколько на выдумывали людям этих чтобы не могли чтобы люди не могли на дачах отдыхать сколько по на выдумывали дурной ненужной вредной опасной работы боже мой люди не знают что если корни извлечены надо крону обрезать у меня есть диплом лучшего деда у него вручили детском садике я им горжусь как правительство награды да что догадайтесь детский сад дает дипломы деда спасение муравейника когда к муравейникам со злобой дикой злобой с учебой миллионом людей уничтожать муравейники одна из самых страшных в садоводстве ошибок и преступлений когда абсолютно невежественные люди абсолютно увешанные дипломами это самое усят людей покупать покупать яд и уничтожать муравейники страшнейшая невероятная ошибка и это вы только ради вот этой фотографии только ради вот этой вот моего тирады что это страшнейшая ошибка предательство подлость стоит только ради этого было сделать этот фильм и ради этого стоило прожить 40 лет в сайногорске и шушенском районе 7 лет косит я хожу за ними замирает страха но все равно если его искал хочу косить вот я не могу сказать вырастешь покосишь когда-то ребенок вырастет я надеюсь продолжит я этот абрикос митюринский плоды увеличил два три раза точнее они меня увеличились не спрашивая меня тогда я сказал себе ребенок сделает уже 100 граммовые 200 граммовые я вам подскажу как а дальше он сам вот они 100 граммовые абрикосы которые были 30 граммовые поверите зачем это абрикосы как абрикосы это заработок это не просто так и где сопричая к работе их заработком и это заработок и это заработок это учеба вода ледяная все может быть это учеба и игра абрагедейка абрагедейка это учеба и игра да тем бы они вы не выросли ген садовода ген пахаря в них уже я их навсегда разбудил придет пора где бы они не были у них все равно будет дом дача земля они будут с удовольствием работать на этой земле вот откуда я это знаю я была железом ребенком я был ребенком и я семь лет с учителем посадил первые вишню первое дерево на территории военного городка вот так я стал садоводом а вот это моя внучка Лера Валерия Жилинова она тоже она сказала я буду садоводом у нее все планы поменяются но однажды где бы она ни была она вернется к земле в сад гены пахарей они никуда не денутся вот и колбаса на костре всегда вкуснее чем на сковородке это мальчишки уже знают посмотрите на заднем плане антураж видели априкосы видели вот это настолько привычное зрелище а там видите бутылки стоят густо 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 под ними укореняется смородина это тоже реальная жизнь оно другому не мешает здесь работы совсем минимум потому что не самая трудная работа собрать вот тут вот вот сейчас на этом дереве висит порядка 10-ти ветер а может 15 уже считать перестали мой юбилей а вот это грустно и мы на этом остановимся эта площадка детская это я из своего окна фотографировал хотели детей которые у меня часто ночевали вот играли я их заставлял на улицу иногда даже это чуть ли не с ремнем и они всегда играли одни никогда никого каждый день смотрю в окно нету детей на детской площадке детей нет это самая страшная беда которая случилась это мальчики которые выросли я не про этих двоих детей я вообще говорю про детей мальчики выросшие памперсов никогда не будут настоящими мужчинами никогда перегретые яички это это самое это деградация будущего мужчины а перегретые яички в любом возрасте тесные клапки много сидений даже даже не за телевизором за за телефоном вот в школе то самое никто не обращает внимание что идет деградация например пустые площадки прекрасную площадку отгрохали в просто я покажу ее может 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 так где ты у меня тут сейчас сейчас а прекрасную площадку отгрохали в в деревне с тренажерами современными как в городе и что вы думаете пустует раньше говорил месяцами теперь она пустует годами деревенские дети сидят на этих колечках и смотрят как эти телефоны вот упустили вот потому что не понимают там министерстве просвещения в науке вот никто не понимает что вы натворили как вы смогли довести страну до того что дети деградирует на глазах вот ну а это это такие примеры это скорее исключение из правил сейчас я пытался площадку найти и вот она детская площадка и на ней неделями не одного детского следа вот на этом я закончу я могу долго еще посмотреть сколько здесь прекрасных фотографий вот 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 это последняя фотография это самый младшенький старший внучок вот видите свежая свежая фотография сделана три дня назад вот но к сожалению исключение из правил и так будет вторая серия где время проведенная проведенная в саду незащита срок жизни я теперь так как читать никто не хочет я буду рассказывать хотя бы пусть ушами послушать все друзья первая серия закончена до свидания извините за менторский тон извините за грустный такой разговор но а вдруг а вдруг кто-то спохватится вот это не Китай где детям запрещают в Тиховских рамках и вся страна у нас не одного а у них вся страна я еще буду об этом говорить про Порфиль Иванова про бег от инфаркта помните еще еще вспомним про примеры жизни когда я спасал людей вот и теперь имею право давать такие советы я Железа имею право говорить так как я сейчас говорю это право заработал своей жизнью